Ка-чи-ка, с вами Крукс, играю на проекте Аврора Ролеплей, если желаете со мной поиграть, то можете зарегистрироваться на мой ник круксрейс и ввести промокод крукс, который тебе даст годные бонусы, приятного просмотра. Итак, раз ты уже продолжил смотреть данный видос, значит скорее всего ты именно тот самый человек, у которого имеются большие проблемы в плане стрельбы, и я конечно же попытаюсь помочь тебе. Знаете, мне очень больно смотреть на тех людей, кто пытается сделать фраг, при этом не умея использовать баги игры. И да, хейтеры сейчас скажут, что баги это бред, но знаешь, мой дорогой друг, самп это исключение. На данный момент, если ты не умеешь пользоваться багами игры, то быть и на новый уровень своего скилла у тебя вряд ли получится. И умение использовать баги, это не значит, что отводов и говно плюс цех хватит для этого. Самым жестким багом по стрельбе в зампе является слайда фаст, то есть это когда ты плюс цешишь, после чего уходишь в слайд. А спросишь, как этому можно научиться, то я с легкостью отвечу, что на моем канале имеется гайд по данной теме. Но постой, не пытайся сразу идти учиться слайда фасту, начинай всегда с малого. К примеру, сначала отводом, потом плюс ц, потом слайдом, а после можно уже и слайда фасту учиться. И да, будет скучно учиться всему этому, но поверь, это того стоит. И когда ты стреляешься с кем-либо, то не старайся использовать те баги, которые ты плохо делаешь. Кстати, есть такой вид стрельбы, как перекат, по-другому я его называю колобком. Его очень частенько используют новички, и я тут подумал, почему бы и вам не стрелять так же. Ну, это для начального уровня. Также можно пострелять и на рп стрельбе, лишним тоже не будет. И не слушай хейтеров, которые там тебя оскорбляют на каждом шагу, это просто эмоциональные дурачки, вот и все. Следующее, что хотелось бы подметить, это настройки твоей игры и девайса. Я тупо тебе скажу, что не надо покупать девайсы и брать настройки, как у каких-то там жестких игроков. Подбери все под себя, вот и все. И насчет меткости. Лично я в начале своего пути делал так. Я звал своего друга, просил его уйти в АФК, и после чего стрелял по нему. Ну, или же иногда я стрелял по столбам, вот и все. А когда мои попадания по столбам были на пике, я просто заходил на какую-нибудь DM-локацию, после чего просто стрелялся с людьми. И да, запомни, что самым главным и распространенным оружием в этой игре является дигл. Поэтому пытайся повысить свой скилл именно на этом гане. Не советую тебе стрелять с М4 и шутгана. Итак, сделаем выводы. Во-первых, учись сразу багам, если хочешь достичь высот в этой игре. Во-вторых, не слушай мнения других людей и всегда верь в себя. В-третьих, подбери удобные для себя девайсы, а также настройки. И последнее, это просто почаще зависай на DM-проектах, стреляйся со всеми, учись новому. Ну, а также смотри мои геймхаки, ведь именно в этой рубрике я даю очень много годных советов для новичков. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok